Цифра заболеваемости, работа коммунальщиков в зимний период, обеспечение жильем обманутых дольщиков. Это сегодня обсуждали в администрации на оперативном совещании. Прошло оно в формате видеоконференц-связи. О самом важном в начале. За неделю в Серпухове зарегистрировано заболевших 349 человек. Всего с начала пандемии почти 2500. В реанимации на данный момент 10 пациентов. Отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Поэтому прививочная кампания от гриппа продолжается. Масочный режим никто не отменял. На карантине сейчас 6 классов в школах и 24 группы в детских садах. Мы планируем закрыть сад колокольчик, потому что у нас очень много там именно педагогического состава наших работников, которые заболели ковидом. В ноябре в инфекционный стационар ЦРБ поступило еще 8 новых аппаратов ИВЛ. В дополнение к имеющимся 12. Всеми необходимыми средствами защиты медики обеспечены, заверяют в больнице. Не хватает рук волонтеров, студентов медколледжа. Медицина работает в большинстве, справляется. По волонтерам тоже желательно, если по возможности увеличить количество, те, которые работают, относятся к тому-то добросовестным, большое спасибо. Контроль за продажей антибиотиков и противовирусных препаратов усилен. Мособл медсервис начала работу горячей линии по обеспечению бесплатными лекарствами пациентов, которые проходят амбулаторное лечение от коронавируса. Юлия Купецкая дала поручение и дальше проверять торговые объекты и транспорт. Необходимо усилить контроль на транспорте, для того, чтобы действительно все пассажиры находились в масках. И непосредственно, когда входят в общественное транспортное средство и на остановках, у нас все должны находиться в масках. Жалобы жителей сегодня тоже были в центре внимания оперативного освещения. На этой неделе поступило 444 новых обращений, что значительно больше, чем за прошлую неделю. В целом, количество жалоб на управляющие компании сократилось. Это отметила в своем докладе заместитель главы администрации Ольга Шашкова. Вопросы, которые касаются приведения в ближайшее состояние полипополисальных территорий МКД, все-таки большинство обращений касаются группой компании ПИД. Все жалобы у нас касаются дворовых территорий и в основном работы управляющих компаний. Это говорит о том, что либо у нас механизм взаимодействия не налажен, либо все-таки работа управляющих компаний. Первый снег и гололед показали не стопроцентную работу коммунальных служб. На этом акцентировала внимание глава. Управляющая организация, ремонтник, фрегат, добрый дом своевременно не справились с обработкой дворовых территорий противогололедными средствами. Не все территории, прилегающие к объектам торговли, промышленности, автобусные остановки были убраны должным образом. Нарекания были к образовательным учреждениям тоже. Хотя в период интенсивных осадков для уборки от снега и наледи улиц и тротуаров были задействованы почти 500 рабочих и 84 единицы техники. Об этом говорил заместитель главы администрации Олег Сотник. К сожалению, есть узкие места, где техника не проходит. Приходится проработать смешную и зачастую несвоевременно происходит уборка. Также несинкронизированы были наши действия с Мосавтодором. После того, как комбинат произвел уборку тротуаров, например, на улице Ворошилова, прошла техника Мосавтодора дорожная и в обратную завалил весь тротуар. Это, наверное, вопрос нашего взаимодействия. Здесь действительно нет незакоординированных действий ни муниципальных служб, ни собственников торговых объектов, ни управляющих компаний. И гололед и снегопад во всей красе показали все эти недостатки. Я хотела бы здесь и попросить и помощь, и взаимодействие административно-технического надзора, потому что, как мы увидели, и по гололеду, и по снегопаду не все наши собственники торговых объектов, ни жилых помещений готовы включаться в работу и содержать свою территорию. Дала поручение глава следить за порядком в территориальных отделах, сформировать четкий график уборок и очистки от снега. Ещё один вопрос совещания – работа по обеспечению жильём обманутых дольщиков. В настоящее время реализуются права обманутых дольщиков трёх объектов. По недострою Чернышевского, 37, ситуация прояснилась в этом году. 52 человека согласились на компенсационные квартиры в ЖК «Новая пролетарка». Остальные, кто не согласился на предложенный альтернативный вариант, будут включены в региональный фонд обманутых дольщиков и будут ждать денежного возмещения. У нас 1 декабря с вами все акты с жителями, с дольщиками, которые выразились согласие на посёлок Пролетарский, должны быть подписаны. Выделяйте день, выделяйте человека, суббота, воскресенье, пожалуйста, подписывайте документы. Вы понимаете, что исторический район будет полный пакет документов сдавать в Росреестр и не будет ждать, когда вы предоставите 5-6 отдельно, ещё какие-то будете довозить договоры. У вас все документы должны быть готовы 1 декабря. По второму объекту на улице Юбилейной, который начинали строить 12 лет назад, прозвучало на совещании, что на конец года дольщикам передано 67 квартир. В октябре между администрацией, компаниями «Партнёрство» и «Эхо» подписано дополнительное соглашение, которое позволит реализовать права оставшихся 20 дольщиков. Сергей Геннадьевич, озвучите сроки. Насколько я понимаю, договор между «Партнёрством» и «Эхо» зарегистрирован в Министерстве жилищной политики по уступке прав. То есть мы говорим, что права по обеспечению дольщиков в настоящий момент уже перешли на компанию «Эхо». Правильно? У нас по инвестконтракту сроки реализации 2021-2022 год? 2021-2022 год. То есть в период следующего года и 2022 года мы должны завершить вопрос по предоставлению компенсационных квартир обманутому дольщикам с улицы «Юбилейная». Так? Конечно, я уверен. Третий недострой на улице Химиков. Застройщик получил разрешение на строительство в начале прошлого года. Однако в сентябре 2020-го компания была признана банкротом. В связи с этим оказались нарушены права 41-го гражданина, трое из которых состоят в реестре тех, чьи денежные средства привлечены для строительства дома и чьи права нарушены. Вопрос обеспечения людей жильём на контроле у муниципалитета.